А было у кого-то так, кто-то пришел на занятия, начал с кем-то заниматься, и потом вы стали друзьями? Вот. Вот вам одно из доказательств того, что дзюдо может способствовать развитию духу. Здесь еще есть много очень важных качеств, такое как уважение, контроль над собой, честность. А кто-то знает, что такое честность? Я немножко присяду, можно? А что такое честность? Никто не знает честность. А вот смотрите, вот такой пример, допустим. Честность быть честным самим в себе. Вот мы приходим на тренировку, и нам учитель говорит. А, сейчас расскажу вам пример. Вот у меня учитель, он, мой первый учитель, он обычно так занимался. Ну и другие учителя тоже в то время, он, допустим, да, они показывают какое-то упражнение, и говорят, все, начинайте делать. И уходили. Они не оставались в церкви. Они погибли в тренировку и сидели там, обсуждали какие-то вещи. Проходит какое-то время. Десять минут, пятнадцать, они выходят в зал и смотрят, что происходит. Кто-то ничего не делает, а кто-то что-то делает. Вот таким образом, я помню, я все время старался делать. То есть, если учитель сказал что-то делать, да, давал задание, я все время, даже независимо от того, уходил учитель, из зала или оставался, я все равно старался что-то делать. Таким образом, я воспитывал честность прежде всего самому в себе. То есть, я честен перед собой. Если мне завтра скажут, ты сделал что-то, тебе учитель сказал, вот, сделать. Ты сделал, я сам себе могу ответить. Да, мне сказали сделать десять раз. Я сделал десять раз. У кого было так, что вот он, несмотря на что, ну, как бы, вот учитель говорил, что-то делать, и он выполнял все. У всех так? Нет. А кто не так делает? Итак, вот, если у нас один... У меня история была, я был маленький, но только начал заниматься. У меня был очень хороший тренер. Мы все его любили и немножко боялись, потому что он был очень большой и сильный. Он дал задание нам сделать подтягивания и ушел, ну, там, по каким-то важным делам. А в зале сидел его брат. Он был мастером спорта по боксу. Мы не знали, что это брат. Он сидел на лавочке, тренер зашел и говорит, ну, что, выполнили? Мы такие, конечно, выполнили. Но при этом мы, конечно же, не выполняли упражнения. А брат говорит, да вот, говорит, вот двое не выполняли упражнения. И показал на нас. Мы, ну, очень обиделись на него, подумали, зачем же было нас выдавать. Мы уставшие были. Ну, а потом, спустя много лет, мы поняли, что очень важно, чтобы все, что говорит тренер, выполняли. И даже, может быть, чуть-чуть больше. Когда мы были детьми, нам показалось, что с нами несправедливо поступили, выдав нас, что мы не занимались. А потом, конечно же, когда уже сейчас мы детям даем такие задания, тоже видим, что некоторые дети пытаются найти момент и не делать какие-то упражнения. Но это очень важно, чтобы все упражнения в полном объеме выполнялись детьми. Вот это и называется честность. То есть честным быть прежде всего по отношению самому к себе. Понимаете? Когда учитель пришел, да, и он ему говорит, ну, ты сделал. Ты говоришь ему, да. А сам ты понимаешь, что ты сказал честный или нечестный. И отсюда формируется вообще потом общее представление о честности, когда мы начинаем расти, ну, тем самым вы становитесь. Или, допустим, вот такой, там, пример честности по отношению, там, когда я делал поедину. Понимаете? Честный ли ты его проводишь или нечестный? Насколько твоя техника хороша, что ты применяешь ее согласно тем правилам, которые есть. Если ты начинаешь делать технику приемов нечестной, то, прежде всего, ты вредишь самому себе. Потому что из этого потом выстраивается и отношение между людьми. Потому что, если ты нечестен, вряд ли ты найдешь дружбу, да, между своими другими, приятелями, партнами. Ну, мы, конечно, сейчас пока поверхностно это все обсуждаем, но таким образом, видите, мы можем разрывать. То есть, мы видим, что учитель дал задание, мы что-то делаем, и так мы можем развить в себе честность. Он пришел, сказал, ну, чего, Васю, сделал? Сделал. Он говорит, молодец. А ты, на самом деле, не сделал, но потом, когда это все аукнется? Он реализовывается. Может быть, во время соревнований, может быть, во время чего-то другого. А вот скажите, пожалуйста, что такое скромность? Кто знает? Ну, среди вас есть скромные люди? Все, наверное, молчат скромность. Да. Ну, скромность это не значит, что просто молчать, да, на самом деле. Скромность это когда... Что? Когда ты скромный? Я вот вам скажу, что такое скромность. Ну, вот есть такое определение, что скромность это говорит без гордости. Потому что, на самом деле, вот, мы понимаем, что наша жизнь это постоянные изменения, да? Мы постоянно совершенствуемся. И если мы сегодня чего-то добились, это не значит, что завтра мы сможем опять, ну, как бы, становиться лучше. Поэтому, если мы начинаем быть нескромными, то вот у нас вот это стремление становиться лучше самого себя, оно пропадает. Может быть, немножко заумно сказал, но не знаю. Скромность, оно позволяет, да, ну, вот, как мне кажется, оно позволяет все время, все время понимать, что ты все-таки ничего еще не научился, ничего еще не научился. Потому что когда ты уже не скромный, то ты уже кашел до истины, да, до максимума. Но где этот максимум сказать сложно? Потому что вот я, допустим, вот вам сказал, что 35 лет я практикую дзюдо, да? И каждый день, выходя на тотание, я понимаю, что вроде бы одно и то же упражнение, я делаю его каждый раз по-другому. Я нахожу что-то новое. А если бы я сказал, что я уже все его знаю полностью, это было бы не скромно. В отношении опять к самому себе. Вообще, вот эти все пункты, дружба, уважение, надо сначала к себе присоединять, а потом уже к другим. Вот понятное, насколько ты уважаешь самого себя. Если я уважаю себя, то, вот как мне кажется, вряд ли я не смогу уважать других людей. Ну, как вам кажется, нет? Кто уважает себя? Никто не уважает себя. Вот. У нас два человека не уважают себя. Молодцы. А за что вы, Серёва, уважаете? Ну, потому что я занимаюсь. У нас все получается. Вот. Он уважает себя за то, что он занимается. Это хорошо. А вот рядом с тобой твой приятель. То же, что я занимаюсь, все то, что получается. Хорошо. А что такое храбрость? Никто не знает, что такое храбрость? Ну, хотя бы своими словами. Что такое храбрость? Это когда-то не побоишься сделать добрый поступок. Я согласен. А вот, знаете, есть такое вот определение, что храбрость – это смелость сделать то, что считаешь правильным. Но вот эти все вот качества, которые я вам перечислил – дружба, уважение, контроль над собой, честность, вежливость, иственность, скромность и храбрость – они не могут идти отдельно. Знаете, сами по себе. Эти все вот качества человеческие, они должны быть все вместе. Только тогда мы можем, ну, как бы, называться вот, так, ну, в кавычках, дзюдоистами. Если ты уважаешь себя, значит, и уважаешь другим, значит, ты скромный. Если ты скромный, значит, ты честный. Если ты честный, значит, ты искренний. И так далее. Ну, это на самом деле такая очень, может быть, для вас пока непонятная беседа, да? Сложная, вы еще дети, но, как говорит один мой хороший знакомый, что все равно об этом надо все время говорить. Если мы об этом говорить не будем, то, в конце концов, может быть, придет такое время, когда уже поздно об этом говорить. А скажите, пожалуйста, кто-то из вас задумывался, сколько, сколько лет вы будете заниматься дзюдо? Не думали об этом? Вот. Ну, думаю, до того момента, когда начнется действительно серьезно жить, все-таки, вот, когда, ну, допустим, в институт поступать, работать, то есть, когда уже не будет времени. Так, а еще кто-то думал о том, как, да, сколько времени, нет, никто. Ну, я вам хочу сказать, что вот, молодой человек сказал, что тот, да, а ты? Так, я, ну, еще думал, поступать на работу, или сделать карьеру джиориста, и на этом зарабатывать. Так, вот, тоже. Да. Ну, вообще, я хочу сказать вам так, что, поверьте, ну, поверьте мне, что дзюдо можно заниматься, и об этом много раз говорил и сам, Дзюгора Кан, создатель Катакан дзюдо, что дзюдо можно заниматься, несмотря на что, что ты там вот будешь высидеть и учиться, работать. Потому что, на самом деле, всегда можно найти в жизни, в своем графике, 10 минут для занятий. Согласен? Мы, по-моему, бываем, куда-то спешим. Я вот недавно заметил, что мы, конечно, в нашей жизни все время, особенно в сегодняшнем мире, все время спешим, 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 спешим. У нас новые технологии появляются. Недавно даже прочитал, какую штуку, что мы уже даже не не читаем ничего. То есть, если вы заметили, есть такие программки, там, где-то в телефоне, там, инстаграм или еще, они буквально коротенькие. То есть, такие жадки, 5 секунд, 10 секунд. То есть, мы уже практически отучились с вами на продолжительную деятельность. но если мы все распланируем с вами, знаете, такой распорядок дня, кто вообще распорядок дня свой ведет? есть такой у нас листочек, подъем, 8 утра, зарядка. Есть? Вот. Если вести вот такой распорядок дня, то, в принципе, ну, дети, конечно, им надо, важно записывать этот распорядок дня. А кто повзрослее, тогда вы уже привыкаете к нему, и вы можете не записывать, вы можете уже себе это все откладывать, и таким образом вы уже можете найти время и для цветов, даже если вы будете учиться или работать. Я вам хочу сказать вот такую вещь. Есть в разно, в большом разнообразии упражнений дзюдзюцу, и дзюдо. Есть определенные комплексы упражнений. Знаете, что такое? Ката. Ката. Слышали о таком? Да? Учителя слышали, да? Это такие комплексы упражнений. То есть определенная группа упражнений, как стихотворение. Немножко отвлечемся. Стихотворение, что такое? Кто-нибудь знает стихотворение? Вот это. Ну, давайте самое такое. Я сто процентов уверен, все знают. На лесу родилась ее очередь. Знаете? Вот. Стихотворение. Это маленький фрагмент какой-то жизни, да? Вот стихотворение провиндочка, это маленький фрагмент жизни провиндочка. В дзюдо тоже есть ката. Ката – это маленькие стихотворения, в которых наше тело может двигаться. Вот есть и ката, которую можно выполнять самостоятельно или с парклером. И если это выучить как стихотворение, чтобы выполнить эту каплю, нужно всего лишь 10 минут. Много это или мало 10 минут? Ну, вы смотрите, вы тренируетесь, сколько? У вас тренировка идет, сколько? Час? Час, полтора. А тут всего лишь 10 минут. Как говорит мой учитель, не мой учитель, мой приятель по Айкидо, тоже очень такой известный учитель Айкидо, он говорит так, лучше по чуть-чуть, но каждый день, чем 3 часа, но один раз в год. Эффект? Где будет лучший эффект? Один раз в год 4 часа или каждый день по 4 минуты? Да, можно так. Вот есть такие упражнения, которые можно круче делать постоянно. Поэтому я хочу вам сказать, что не думайте о том, что вы не найдете в своей жизни 10 минут времени для того, чтобы делать, практиковать дзюдо. Скажите, а утреннюю кто-то делает гимнастику? Утреннюю гимнастику кто делает? Утреннюю гимнастику. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, семь. Семь человек утреннюю гимнастику. Остальные не делают? Остальные не делают. Хорошо. Но вообще утренняя гимнастика это очень хорошая штука. Она настраивает нас на что? Вот кто делает? На что настраивает нас утреннюю гимнастику? Это развинаешься делать. Утренняя гимнастика, это как, это настраивает нас на? Мирок, позитив. Хорошее настроение. На хорошее настроение в предстоящем дне. В предстоящем дне, да? Да. Значит, утренняя гимнастика это хорошо? Хорошо. А вы знаете, что утреннюю гимнастику можно сделать как упражнение дзюдо? Думали об этом? Нет? Поработать на резине. Ну не только на резине. Резина это как дополнение дзюдо. Но вот вы для себя пометьте, что утренняя гимнастика это очень хорошая штука. Вот кто делает, он же это понимает, да? Хорошо. А вообще дзюдо всем доступно? Как вы думаете? Я думаю, что не всем. Не всем. А почему? Не знаю. Некоторые дзюдо говорят спорта. А я пока делаю свои тренинги. А вот смотри, а ты сейчас говоришь о виде спорта, а я говорю не совсем о виде спорта. Ну смотри, я вам уже сказал, да, что я, допустим, не участвую в соревнованиях. Есть у вас учителя, которые тоже не участвуют в соревнованиях, да? Вот стоят там, здесь сидят, здесь. Но они выбрали профессию, да, свою дзюдо. А вы знаете, что есть очень много людей, которые вот в Японии, в Европе, которые уже много, которые уже давно не участвуют в соревнованиях, но они все равно занимаются дзюдо. Вот, давайте еще раз. Дзюдо доступно всем в любом возрасте? Нет. Нет. Вот у нас есть категоричный человек, говорит нет. А почему? Ну это даже не относится, зависит от выдержки. То есть готов ли человек долго заниматься, чтобы достичь результатов? А если здесь. А, ну если здесь. Он будет буквально понимать это и будет по 10 минут тренировать. Вот сейчас немножечко отойдем в сторону, еще буквально, сколько у нас есть времени? Еще минут 5-10, да? Это так. Я вам сейчас расскажу вообще, из чего состоит вообще все дзюдо, как немножко трасса. Вы знаете, что есть ну, как я уже сказал, дзюдо, вот у вас написано там даже. Это образ мыслей, восприятие окружающего мира и отношения к людям. Есть еще много разных лозумов. Скажите, вы в своей жизни следуете вот этим лозумам? Вы в своей жизни ну, как-то применяете дзюдо? Я не к тому говорю, что там кто-то взять кого-то и бросить. Нет, вообще вот дзюдо. Дзюдо как мягкий путь. Нет, пока не применяете? Пока не думаю я буду. Ладно. Это все очень такой, наверное, тяжелый вопрос, да? Ну, хорошо. Тогда давайте так. В заключении. Это будет интересно, наверное, и вам, и учителя. Если мы рассматриваем различные упражнения дзюдо, да, или дзюджуцу, как искусство, искусство мягкое, смотрите, на что делится наше занятие или техника дзюджуцу. Это я буквально не дам какую-то линию, как бы, вырубку. Смотрите, у нас есть упражнение лежа. Знаете упражнение лежа? Отжимание пресса, ты знаешь, это не дзюдо. Отжимание пресса это общий физический подготовка. Хорошо. У нас есть упражнение лежа. Кто может показать упражнение лежа именно дзюдо, ну, дзюджуцу. Кто может вот здесь показать упражнение лежа? Ну, как? Переводок показать. Ну, упражнение лежа. Вы же занимаетесь. А? Стесняетесь? Так, хорошо. Ладно. Упражнение лежа. Это? Что у нас? Терево. Вот все. Удержание. Последок. Это упражнение лежа. Почему? Потому что мы лежим. А еще есть какие упражнения? Есть еще упражнение сидя. Знаете, что есть упражнение сидя? Да. Упражнение сидя. А еще есть упражнение стоя. А еще есть упражнение пари. А еще есть упражнение рандори. Это свободный поведение. Но смотрите. Дзюдзюдсу или дзюдзюдор, да? По-другому. Есть упражнение лежа. Упражнение сидя. Упражнение стоя. Упражнение в паре. И упражнение, называемое рандори. Свободный спадок. Все эти упражнения, в общем, формируют в человеке все вот эти качества нравственные, которые мы с вами уже говорили, да? Дружба, уважение, самоконтроль и так далее. Но пока вы не совсем еще можете сообразить, да, упражнение.